Ну что ж, дамы и господа, всем привет! С вами, как обычно, Дмитрий. Сегодня мы начнем третью нашу уже каточку в Хадсу Фаренфо моде The New Order. И по итогам опроса, несмотря на ожесточенное сопротивление сторонников Западно-Русского Революционного Фронта, победу в опросе все-таки одержал Коми. Поэтому гонять мы будем именно за Коми. И я уже определился с героем данной катки. Проводить к власти мы будем, как вы уже, вероятно, из превью заметили, Гумилева. Почему? Потому что в ВУЗе очень много я сталкивался с его работами, проникся немножко ими и, в принципе, этому человеку, можно сказать, симпатизирую. Поэтому именно Гумилевой беру. Вообще, мне еще за одного провока хотелось погонять, но в данный момент времени это не лучшая идея, потому что его еще дорабатывать хотят. Когда доработают, тогда сверим наши часики. А пока читаем историческую справочку. Когда Западно-Русский Революционный Фронт рухнул на исходе Западно-Русской войны, именно в Сыктывкаре, столице Коми, находилось гражданское правительство воевого объединения. Сейчас Республика Коми представляет из себя винегрет из чиновников, советских политических изгнанников, беженцев, а также тех, кто был нежелательным элементом в других странах. Эти люди организовали собственную конституцию и выстроили демократические институты, которые нацелены на прекращение волн насилия. Однако в Республике не все так идеально. Политический конфликт и интриги подходят к критической точке. И кажется, что дни этой прекрасной демократии сучтены. Вот такая вот затравочка. Начинаем мы как раз таки с социал-демократии во главе с Николаем Вознесенским. Выбираем странушку и поехали. Ах да, и прежде чем начать, я же хотел обратить внимание на то, что вроде как перевели Коми полностью. Вышел апдейт перевода. Однако в самом-самом первом окошке мы уже видим, что не все так уж и радужно. Потому что затравочку в этом окошке нам нифига не перевели. Не то, что не перевели, ее вообще просто взяли и скрыли. В Next Page нам... Ага, понятно. Представляют действующие лица основные. Ну, в общем, кто захочет, тот посмотрит на стоп-кадры. Я немножко пролистаю. Вот так вот, немножечко. Угу. И Next Page. Всего две странички. А вот тут про провоков. Как раз про Гумилева нашего пишут. Нет, почему? Почему про табуретку не пишут дальше? Там Next Page нет больше. Какая боль. Тут еще история региона, кстати говоря, есть. Говорили в комментариях об этом. Давай, немножко тоже посмотрите. Кто хочет. Но тут, опять же, не все показано. Почему-то не все влезает. Ну, особенности мода, я думаю, смысл читать. Уже и зациклиться на них нет. Нет. За республику наша судьба ждет нас. Хочу также пояснить по поводу зачитывания ивентов. Да, это традиционная у нас практика. У нас ивентики зачитываются. Но в этой ситуации, из-за того, что Коми страна довольно-таки реиграбельная, на 12 путей, мы будем зачитывать только те ивентики, которые связаны будут с текущими героями, с дядькой Визнесенским, да, и с будущими, то есть с Гумилевым. А остальные, скорее всего, не будем или буквально в двух словах пересказывать. Потому что, по тем случае, если мы когда-нибудь однажды захотим за какого-нибудь Жданова погонять, нам будет тупо нечего зачитывать. Это не круто. Так вот, и начинаем мы с шестью дивками. Сразу можно их запрячь, пусть будут. Готовиться к труду и оброне по техам все печально, но я думаю, в будущем нагоним и перегоним. Хотя, конечно же, уровня Германии, наверное, не достигнем. С ее четырьмя начальными ячейками, да. Так вот, по фабрикам поставим. Вот так, по снаряге, думаю, пока... Пока просто будем копить всякое ружье. Вот как-то так вот. Что касается фокусов, тут есть два древа. Да, первое древо, оно по закончикам. Закончики, я думаю, мы с вами зачитывать не будем. Ивенты по закончикам. Потому что какой-то прям большой смысловой нагрузки они в себе нести не будут. А я напоминаю, что мы с вами стараемся все-таки интересные вещи читать. Поскольку у нас не монтажиш-монтажи популистские краткие пересказы, да. А полноценная катка, чтобы люди, которые по каким-то причинам не могут зайти лично погонять, да, в этот мод. Чтобы у них было представление о том, что тут происходит. Чтобы они прочувствовали всю атмосферу, что ли, да. Ну и что касается фокусов, то мы упрёмся потом, да, в развилочку. И чтобы привести к власти нашего героя, надо будет обратить взор налево. Начать чистку. Чистку леваков. И в конечном итоге дойдём до интерлюдии. Вот как-то вот так вот. Что ещё можно добавить, прежде чем мы начнём прогонять время? Это то, что тут есть решение, с самого начала недоступное. Надо пытаться играть на влиянии. Ну, коль нам нужны провоки, конечно, будем пытаться получать влияние правых. И гасить, в свою очередь, влияние центристов и левых. Итак, Хранитель. Рабочий день Николая Вознесенского прошёл за выполнением невыносимой, раздавливающей и ни разу не беззаботной рутины. Лишь дойдя до порога резиденции своим неспешным шагом, президент немедленно окунулся в интриги и махинации политики Коми, расправляясь с хаосом, окутавшим новоиспечённую республику. Хаос, который он презирал не меньше, чем радикалов. В малый момент отвлечения Вознесенский не мог не предаться воспоминаниям о первых её днях, о времени, когда всё казалось таким простым, таким достижимым. Аплодирующая таупа у речевого зала, спускаемый советский флаг, ликующий демонстрации новой эры российской демократии. Всё это выглядело так замечательно и контрастирующе с новой реальностью. Идеалистические воспоминания о рождении республики были затменены образом Жданова, двуликого и самодовольного существа, сопровождаемого Сусловым, Мефистофелем во плоти, сидевших рядом с президентом за круглым столом и ожидавших своей доли в новообразованной стране. Он не чувствовал к ним ничего, кроме презрения, но даже будучи снисходительным к своим прошлым поступкам, он всё же был честен с собой в том, что виновен в существовании коммунистов и их развращении молодой демократии. Возможно, всё это нужно было сделать по-другому. Республика не должна была сдаться коммунистам и их требованиям взамен ложному чувству безопасности. Она не должна была стать гостеприимным убежищем для жалких отбрусов, которые не смогли найти себе места в других местах, кроме как в Сыктывкаре. Так или иначе, предпринимать что-то уже слишком поздно. Прошлое есть прошлое. Значимое лишь то, что Вознесенский должен был нести своё время один, неуклюже маневрируя в паутине, окутавшей коме. Звуки перестрелки за окном отрезвили его. Но, вздохнув, Вознесенский взял папку из-за пазухи и положил её в пальто. Покидая резиденцию, он пошёл по длинному пути домой по противоположной стороне дороги, на которой произошёл уличный бой. Оно всё ещё стоит того, оно должно. Такая вот затравочка про Вознесенского текущего героя. Можете, кстати, на стоп-кадре посмотреть его биографию. О, а здесь интерактив тут, мы немножко посмотрим по поводу радио. Итак, на этом мы заканчиваем наш сегмент о погоде, ожидаемой ночью и о наблюдениях за немецкими самолётами. А сейчас о последних местных новостях. Итак, напоминаем тем, кто только что настраивался на связь, это радио, где вы узнаете все последние новости республики. Сегодня в повестке дня скандал, в котором участвует никто иной, как сам президент. Президента Вознесенского якобы виделись неизвестной молодой женщиной, входящей в его квартиру и уходящей через два часа. Скандал или же это должно считаться отдельным делом? Ну, как бы мне не неприятно было бы это говорить, это очередной скандал для Вознесенского, который, возможно, может быть предчислен к числу дела Жданова. Напоминаем, что дело было несколько недель назад, когда всплыли обвинения в сговоре между президентом и крайне левыми. По крайней мере, на словах. Мы все знаем, кто на самом деле главный там. У этого наверняка есть потенциал, который мы сможем объяснить после паузы. Помните, этот спектакль сегодня представляет вам кинотеатр на Интернациональной улице. Лучший вид в этом городе. Музычка. Так, ну конечно же, убавим влияние центристов. И как житель данного городишки, я рад, что улицу, действительно существующую в Сыктывкаре, упомянули в этом ивенте. Одновременно с дядей Адей попытались завалить еще кое-кого. И этот ивент, в принципе-то, связан с нашим будущим героем, поэтому его мы прочитаем. Образец. Дверь отворилась тихо, и Анатолий пробрался в дом, медленно выпуская испуганный вздох. Сжимая пистолет сбоку, он продвинулся по коридору, игноя перешептывание телохранителей в другой комнате. Они не посмеют прерывать сон своего начальника. Анатолий надеялся на это, даже молился. Когда он достиг последней двери обычной деревянной доски и обхватил своей трясущейся рукой ручку, Анатолий почувствовал, как слабая улыбка наползает на его лицо. Это оказалось намного легче, чем ожидалось, не так ли? Все, что от него требовалось, пристрелить старого спящего мужчину в голову, и дело сделано. Республика будет освобождена от дьявола. Анатолий вошел в малую спальню, щурясь во тьме, и наставил пистолет на темную кучу в постели. И тут бум! Первый выстрел попал Анатолию в руку, а второй бум! В колено. Он взвизгнул от боли и навел взгляд в темный угол, откуда и донесились выстрелы. И тошнота ударила в живот в тот момент, когда он поймал на себе взгляд его цели, спокойно сидящей в кожаном кресле. Да ладно, Михаил Суслов сказал тоном чуть громче шепота. Ты действительно думал, что никто не пытался убить меня до этого? Анатолий открыл свой рот, чтобы сказать, смеять известного теневого мастера Коми, но все, что он смог из себя выдавить, это лишь всхлип. Суслов покачал своей головой. Позорище! Обычно бараны Гумилева сделаны из более твердого материала. Он вновь нажал на спуск, и Анатолий заснул вечным сном. Суслов встал с кресла, убирая все еще дымящийся пистолет назад, и уставил взгляд на телохранителя, ворвавшегося в комнату. Оставьте тело на лестнице национального собрания. Гумилев, видимо, еще не получил сообщения. Возможно, нужно провести еще одну демонстрацию. Дядя-дядя назначил Бормана своим преемником, что довольно предсказуемо. Когда мы гонялись за отчим, так же поступил. Крестоносец. Человек на сцене тепло улыбнулся своим слушателям. Они были подозрительными и невосприимчивыми, когда он только появился. Евразионизм не распространился по республике Коми, несмотря на его собственную группу. Не то, чтобы он и его идеи не были известны в республике. Наоборот, их плохая репутация и была причиной, почему вечер лекций был байкотирован левыми и демократами. И все же он стоял напротив заполненного театра, который с интересом слушал его. Часто, он сказал, приближаясь к концу своей лекции, меня упрекают. Лев Николаевич, вы называете себя правым, но при этом отвергаете идеи, которых и придерживаются правые. Вы против попов, против величия России, против величия царей. Что в таком случае вы можете предложить народу России? Аудитория молчала, но это была тишина восхищенного внимания. Человек продолжил. Жители Сыктывкара, вы прослушали мою лекцию о концептах, которые можете не принять. Евразия, пассионализм, желание к изменению. Вы пришли сюда, желая услышать об альтернативе сломанной и неэффективной демократии, возложенной на нас. Я признаюсь, что мне приятнее выражаться через письменную речь, но ради выгоды тех, кто не склонен к этому, позвольте мне выразиться так ясно, как я могу. Комната оставалась тихой, и человек понял, что он поймал их интерес. Я представляю силу, способную затмить все, что было до нее. Проект на весь континент, в котором все величайшие черты этносов Родины скованы в непоколебимое целое, преклоняясь лишь перед единой властью. Не старого типа империи, где один этнос получал власть лишь для стагнации и падения перед могучим соперником, а супернациональное образование, итог всего, что было до него. Не только лишь русские и их сила, но и украинцы, казахи, монголы, буряты и так далее. Все мы наследники одного наследия, и мы будем стоять под одним флагом. Флагом Евразийской империи. В то время, как зал взорвался от аплодисментов тех, кто был хоть немного уважителен, кто-то наклонился к своему другу и спросил. Павел, как ты говоришь, звали того парня? Гумилев. Лев Николаевич Гумилев. Которого оскорбили, поменяв местные буквы в фамилии. Итак, снова интерактивчик, после того, как мы фокус вкачали. Политика Коми неизбежно состоит в том, что статус Кво изменится радикально в любой момент. Печально, но все заключается в том, что в настоящий момент статус Кво, похоже, радикально меняется в сторону отправящей фракции Вознесенцев. Нравится ли нам это или нет, но благодаря тому, что мы являемся публичным лицом демократических фракций в республике, общественная поддержка подрывается скандалами. Будь то реальными или же созданными нашими политическими врагами. И она в последнее время смещается либо в сторону леворадикальных сусловцев, либо в сторону более умеренных либеральных и консервативных фракций наших партнеров по коалиции. Поскольку наша коалиция, похоже, переживает период самореструктуризации, крайне важно обеспечить, чтобы политический капитал более или менее поддерживался правящей партии. И чтобы нынешний президент не подвергался слишком серьезным вызовам со стороны наших собственных союзников. Будет ли решение этой проблемы ограничивать нашего самого надежного партнера по коалиции или просто стоять в стороне и позволять нашей власти ослабевать, полностью зависит от прихоти президента. Наверное, поймем другие фракции, немножко увеличим влияние Кусыгина и Сталиной. Ивентик про регента и Святую Русь мы зачитывать не будем, поскольку он не наш герой нашей катки. Но это обязательно за него надо будет погонять, когда выйдет апдейт по коме. Боже, спаси Россию! В качале фокусной беседы со Сталиной Визнесенский пьет чай. На его вкус он немного сладковат, но он продолжает улыбаться, глядя на хладнокровную Сталину. В любом случае, всегда хорошо сохранять небольшой контраст с собеседником. Помогает с подшучиванием. Не то, чтобы в наши дни было о чем поговорить, кроме бесконечной политики республики. Чаепитие во время русской бури. Вы скучаете по ушедшим дням, Светлана? Прежде чем он был полностью готов, слова слетели с его губ, к его легкому сожалению. Выражение лица Сталина оставалось закрытым. Она смотрит на свой чай и по ее обычно сдержанным чертам пробегает судорога. Я бы так не сказала. Нет. В прошлом все было иначе. Иначе, но более радужно, чем сейчас. Я, конечно, не буду скучать по дням борьбы за законопроекты, когда все это закончится. Ох, Николай, это не борьба. Это, как говорил мой отец, война без войны. И посмотрите, где мы получили эту республику, сражаясь так упорно. Как далеко мы зашли. Если так работает демократия, я буду ее придерживаться. Сталина улыбнулась почти по-волчьи. И я знаю вас, старый лис. Вам здесь нравится не меньше, чем мне. Вы бы умерли без спора или проталкивания очередного законопроекта. Вознесенский смеется ей в ответ. Вы действительно знаете меня. Может быть, я все-таки недооценил вас, а? Да, возможно, в этом месте еще осталась жизнь. Даже если этот старый лис умрет, коми будет изо всех сил пытаться дышать. Горячий чай, теплые словечки. Еще один день в нашей прекрасной республике. Это Алина с сегодняшней погодой. Теперь мое внимание привлекло кое-что, что, я думаю, заслуживает некоторого диалога. И это действительно серьезно, не поймите нас неправильно. У нас есть разрозненные отчеты. И фотки. На самом деле, кто-то уронил пачку в наш ящик для анонимных писем о том, что правительство фактически повторно активировало ГУЛАГ в Усть-Кулуме, чтобы разместить лишних политзеков. Сейчас, когда мы расследуем эту историю дальше, нашим слушателям. Будьте начекуя, убедитесь, что в вашем доме нет микрофонов. Поскольку, если правительство действительно возвращается к Бухарину, кто знает, что будет дальше? А для тех, кто настроен скептически, откуда мы это знаем? Как выглядит наш следственный процесс? Как мы определяем, что прикрыть? Всегда хороший вопрос. Наше радио верит в прозрачность, а это больше, чем может сказать большинство. Итак, для начала мы в основном полагаемся на анонимные письма. Наш адрес интернациональная 205, ищите красное поле с нашим логотипом. Приложенные фотки всегда являются плюсом, особенно четкие, на которых мы можем видеть, что происходит. Именно так мы раскрыли дело с Вознесенским и той девушкой в прошлом месяце. А, кстати, что это за женщина-то была? Я это немножко не улавливаю. Ах, я тоже. В любом случае, мы получаем фотки и отправляем своего парня провести расследование. Кстати, благодаря господину Порьемскому и его инженерам, без его обеспечения безопасности мы не смогли бы обеспечить безопасность наших журналистов. Сейчас о том, как собираются доказательства, и как мы проверяем фотографии на редактирование. Может ли это быть правдой? Прямое воздействие. Дом за ними горит, как и другие дома в это же время. Крики прерываются лаем выстрелов. Их, к счастью, было мало. Стрелка рвет от едкого столба дыма, который льется из зияющей дыры в останках дома. Те, у кого чуть больше хладнокровия, удерживают рыдающих горожан и кричащую вдову. Подальше от места происшествия. Офицер Попов нюхает сигарету, его пальцы дрожат. Он кое-кого ждет. И этот кто-то опаздывает. Опоздание не то качество, которое ценит вознесенская бригада. Когда отдаленные крики стихают, в поле зрения всплывает его знакомый. Раздраженно отряхивая пыль, командир Козлов пробирается к горящему фасаду. Он отбрасывает в сторону кирпич, энергично кивает и они приступают к делу. Тут нечего обсуждать Попов. Командир смотрит вдаль, указывая на юго-восток от их места. Ты пристрелишь двоих, а мы убьем еще парочку. Мы повторим то же самое на следующей неделе. Я не это имею ввиду, мы валим этих пип-пип-пип большевиков в наших районах, а что насчет остальных? Попов ядовит, его жгучий взгляд направлен на весь коммунизм, а может быть он сосредоточен на Козлове. Нам следует рассредоточиться. Иначе мы ничего не сделаем для благополучия республики. Козлов расчесывает рваную бороду. Его люди с радостью пойдут туда, где можно будет повеселиться. Но контроль в этом районе и так достаточно слаб. Стоит ли это таких расходов? Будут ли счастливы их казначеи в парламенте? Он пожимает плечами. В конце концов решать будет он, а не какое-нибудь тело, одетое в пиджачок. Демократия в коме строится на земле. Пуля за пулей. Будем расширять операцию или останемся на месте. Но мы и так леваков прессуем в принципе. А-а-а, центристы увеличат влияние. Боль, унижение. Ладно, давай расширим операцию. Посмотрим, что из этого получится. И я просто не могу не включить в серию, пускай в виде стоп-кадра и винтики с табуретом. Мы обязательно за него погоняем и зачитаем их во время непосредственно катки за него. Они действительно эпичные. А между тем, Тито пришел к успеху в Хорватии и, возможно, попытается дать бой итальяшкам. Однако, скорее всего, все-таки они его завалят. Итак, план нападения. Лидеры демократической коалиции организовали очень важную встречу или, по крайней мере, то, что должно было быть очень важной встречей. Поводом для нее послужила нестабильная обстановка в республике. Экстремисты, радикалы и политическое насилие свирепствовали. В то время, как число погибших было относительно низким из-за всех этих междоусубиц, демократическая коалиция опасается, что ситуация может обостриться, что приведет к переворотам и возможному краху республики. К сожалению, похоже, что никто не может принять решение о плане атаки в связи с этими опасениями. Ряд представителей считает, что коалиция должна обратить внимание на левых и их опасную революционную риторику. Другие не соглашаются, сослабшись на рост насилия со стороны правых, как самую большую проблему. Ну а третьи считают, что во всем этом вообще нет необходимости и что мы должны просто сосредоточиться на проведении кампании и победе на следующих выборах. В конце концов, дебаты окончательно сошли на нет и лидерам коалиции стало ясно, что прогресса нету. К концу встречи все были одинаково недовольны, так как было очевидно, что коалиция не может прийти к единственному решению. Заседание прерывали, демагогию закончили, а политики неохотно разошлись по домам. Ну, самая серьезная угроза это леваки для нас, поэтому качаем взор налево. Интерактив по бюджету. Ну, конечно же, Косыгину мы ничего доверять не будем, поэтому выберем первый вариант. Произойдет событие, нет достаточно голосов. О, ты глянь, что тут может произойти. Жданов может затребовать на три удолжения больше. Все-таки на компромисс придется, возможно, идти. Ладно, давай посмотрим. О, сразу два и винтика выскочили. А, да, у Косыгина влияние увеличилось. Но это нужно было сделать, чтобы система оставалась стабильной. И слухи о восходящей звезде, в принципе, интересно почитать. Великая политическая игра Куми всегда основывалась на постоянных слухах. Знание того, что делают оппоненты, имеет решающее значение, если вы хотите остаться в игре. Конечно, отделение сигнала от шума – это индивидуальный навык. Небылицы – необоснованные домыслы и слухи, обычная пища для разных спецслужб. И нужно время, чтобы все проанализировать. Последнее повальное увлечение – слухи о том, что влиятельный политик путешествует по пустошам, чтобы добраться до Коми. Сарафанное радио изображает его как прирожденного политического гения и харизматичного лидера. Однако, мало кто понимает, что означает его прибытие. Самый популярный вывод заключается в том, что за этим, вероятно, стоит Суслов – идейный вдохновитель левых радикалов. Очередной коммунистик. Это у нас Борис Пономарев. Именно он проводит эти выступления и его речь, критикующая демократов из-за нежелания разобраться с ультраправыми, популярна среди широких масс населения. Этот новичок движется на волне недовольства и, вероятно, станет одним из главных кандидатов от коммунистов. Так что ж ты скрываешь? О, снова интерактив и непонятно, кстати, что будет от каждого варианта ответа. Харизматичный новый кандидат от коммунистов из малой родины Суслова. Слишком большое совпадение, чтобы его проглотило высшее руководство демократов. Штаб Суслова неоднозначен и трудно поддается измерению. Быть может, скользкая тень договорилась с харизматиком, чтобы усилить контроль? Полицейские молодые республики, конечно, никогда не опустятся настолько низко, чтобы начать частное расследование в отношении врагов нынешней власти. Но наблюдение за приходом и уходом новых политиков определенно входит в их список приоритетов. В таком случае не будет лишним навести справочки об этом человеке. Да, пробьем его. Обязательно. Меликансии проталкивают закон о правах 1962 года. Поворотный момент в истории их нации. А у Триумвирата, меж тем, случился печальный день, потому что он взял и развалился. Откровение. Сыщики были встревожены, обнаружив, что Пономарев оказался в итоге ужасной посредственностью. Хе-хе-хе-хе. Обычный офисный планктон, короче говоря. Во время западно-русской войны Пономарев исчез из поля зрения во время последовавшего развала и суматохи. Не слишком удивительно, поскольку распад фронта привел к тому, что в первые годы на власть претендовало множество людей. Этот человек снова появился через несколько лет, когда ситуация стабилизировалась. Через разрозненную сеть ему удалось связаться со своим старым руководителем Сусловым. Поскольку он все еще проживал на территории Западно-русского революционного фронта, похоже, что коммунист Коми велел ему остаться там в качестве связного. Прошло несколько лет, прежде чем Суслов отозвал его обратно. По прибытии в столицу Коми, Пономарев приступил к политической деятельности. Вне своих речей он ужасно скучный человек. И оказался он не более чем очередным сусловским балаболом. Полиция продолжит расследование, возможно на него можно накопать еще чего-нибудь. В интересах госбезопасности, конечно же. Ай, я не посмотрел какие эффекты. Опять интерактивчик по поводу влияния, да? Влияние левых увеличить, увеличить влияние центристов или же правых. Ну конечно же мы используем труд зэков. Итальянская империя нападает на Югославию. Ой, Югославия еще и развалилась, тут вон Босния появилась. Итальянская марионетка. Ааа, понятно. Влияние Сталина их увеличить можно. Или получить ПП. Не, мы убиваем законопроект, потому что влияние Сталина и нам не надо. Турецкие господа что-то ну очень быстро одержали победу на Ближнем Востоке. И Италия ожидаемо победила хорватов. Сегодняшний вопрос на повестке дня это Обязательное представительство меньшинств. Пропустить ли его полностью? Это влияние Сталина увеличится. Упадет при этом влияние Вознесенского и левых. Извлечь несколько уроков. Поднять влияние Сталина и Косыгина. Или же поднять влияние правых, заявив, что это явная дискриминация по отношению к россиянам. Но что самое забавное, наш будущий герой Гумилёв, он же ведь евразиец. Он выступает как раз таки за полное равенство этих народов всех. То есть законопроект этот он бы наверное поддержал бы. И всеобъемлющая реформа зонирования. Центристы нам не надо. О, Гумилёв, ура! То есть лучше всего нам нужны пригородные районы и небольшие города, приносящие пользу пассионарям. Все по книгам Гумилёва, все правильно. Законопроект о защите республики. Ну конечно же мы не будем прогибаться под Жданова. Двухлетний призыв меняем на четырехлетний. Но это печально конечно. Не, эту идею мы не будем проталкивать. Конечно же не надо. Лучше рискнем стабильностью. Потерем влияние центристов. Но флот республики Коми это конечно какой-то репик просто. Хе-хе-хе. Генерал Иван Корольков медленно шел к докам Сыслалы, ведя за собой министра обороны Лигачева и еще шестерых республиканских гвардейцев. Воды реки, питающие столицу и Котлас, а также формирующие границу с фронтом, были спокойными и чистыми, и почти что безмятежными в этом осеннем воздухе. Объектом внимания Королькова, тем не менее, была отнюдь не река. Его интересовала лодка, первая построенная доками Сыктывкара. Установленные по всему периметру пулеметы окружали ее корпус. А единственная 85-мм пушка украшала переднюю палубу катера, занимая большую часть и без того малочисленного свободного пространства. Для собравшихся военных она была превосходна. Красивое решение уродливой проблеме пиратства и контрабанды. Поздравьте рабочих от меня, сказал генерал, осматривая радиоантенну на своем крепко сделанном командном центре. Лигачев кивнул, им заплатили вдвое больше за то, что они возвели ее. Мы достанем вам еще 4 образца, при условии, что вы продолжите финансирование. Еще 2 таких для Сысолы и 2 для Вятки. Новоиспеченный командующий республиканского флота Коми пристально смотрел в воду. Да, все пошло по плану. Все его лоббирования и обращения к министру обороны наконец позволили добиться этого. И он, черт возьми, собрался показать, что речное превосходство может сделать для республики. Это большая честь. Появляются адмиралы. Адмиралы речного флота. Забастовка поучения. Армия республики всегда была, по крайней мере, гипотетически политическим организмом. Солдаты дают клятву соблюдать конституцию и защищать республику от внешних угроз. Однако на практике все иначе. Многие политизированные молодые люди вступают в армию, чтобы научиться искусству насилия, только чтобы искать дальнейшую работу по учению после прохождения службы. Другие присоединяются к армии часто для того, чтобы дать жару утихнуть после недавнего столкновения с опоученцами. Сегодня группа солдат-коммунистов объявила бессрочную забастовку в знак протеста против насилия правительства в отношении крайней левых. Почему правительство отступило от своих слов и нарушило перемирие с коммунистами? Почему благородных людей республиканской армии посылают умирать за политические распори? Вопрошали они у собравшихся солдат. Хор негодование поднял этот вопрос, поскольку полицейские наблюдали за общественным протестом. Цифры все еще поступают, но, похоже, наша первоначальная догадка о том, что треть армии имеет коммунистические взгляды, оказалась верной. До 66% своей общей численности и со всеми танками, присоединившимися к забастовке, наша армия сильно пострадала от этого удара. Готовим резервы. Увеличиваем влияние правых. Интерактив продолжается. Казармы пустовали недолго, потому что пришли провоки. Левые, конечно же, протестовали против вербовки, но эти протесты были заглушены, в свою очередь, приливной волной возмущения. Со стороны всех остальных, от социал-демократов до ультраправых. Коммунистические головорезы покинули свои посты в этот трудный час, заметил правый депутат под аплодисменты и насмешки. В общем-то, классные ребята, которые придерживаются собственных параметров подготовки и повиновения, отличного качества. Молодцы, они явно лучше, чем Суслов. Ну и тут еще задушевная история про безыменного человека, который был куда ближе к успеху в устранении Суслова, чем некий Анатолий, про которого мы читали в самом начале серии. Но его не интересовало свержение самого влиятельного человека в Сыктывкаре. Он всего лишь потребовал кошелек и исчез, а Суслов остался валяться на земле слепой, раненый и одиннуркий. Ультиматум, Плесецк, чего-то от нас требует, но мы сразимся с ними. Изи, вообще без проблем. На халяву получили 175 единиц ранней пехотной винтовки. А у нас случился еще больший рост активности правоков. Они всегда были силой, с которой нужно считаться. Не такой большой, как демократические ополчения и не такой большой, как леврадикальные негодяи Суслова. Но тем не менее, фашистские ополчения сохраняли приличную боевую мощь. Часто тренируя своих людей и накапливая как можно больше оружия. Ультраправые заслужили свое место в качестве третьей силы обороны Коми. Таким образом, правые военизированные формирования хорошо приспособились к тупиковой ситуации. Они приобрели несколько кварталов столицы для своих целей и часто вступали в конфликты с демократами и коммунистами. Своему прорыву они обязаны столкновением между правительственными войсками и боевиками Суслова. Несмотря на наличие местных гарнизонов в демократических и коммунистических районах столицы, они были захвачены правоками. Колонны с оружием передвигались между различными секторами ультраправых, поскольку каждый район был усилен свежими ополченцами. Параллельно с военным наступлением шла пропаганда. Жалкая попытка демократов подавить упадническое левое движение будет сниться Коми в страшных снах. Разве коммунисты не упустили уже две возможности победить немцев? Демократическая коалиция была бессильно остановить распространение коммунистической заразы. Только суровые люди могли справиться с этими трудными переменами. Захват новых земель правыми ополченцами был лишь превентивным, призванным спасти граждан от угрозы. Так проводилась пропагандистская кампания ультраправых, где падет один, восстанет другой. И влияние правых с Гумилевым повышается. Левые вознесенцы стали угрожать расколом. Это безобразие. Даже когда нарастающая волна фашизма угрожает затопить республику, правительство настаивает на борьбе с коммунизмом? Вознесенский с ума сошел или просто капитулирует перед разжигателями страха либеральной и консервативной партии? Выступление освистало большинство демократов. Но тревожный процент представителей соцдемов приветствовал выступление. Большинство левого крыла уже несколько недель роптало на то, что фашисты были вольны буйствовать и никто не мог им помешать. Сейчас ропот прекратился и откровенно бунтарское чувство охватило левых вознесенцев. Слухи о предложении закончить кампанию против левых радикалов распространились по собранию. Тревожные слухи о массовом переходе на сторону коммунистов также начали распространяться. Соцдемы были крупнейшей партией правящей коалиции, но потеря левого крыла не пошла бы на пользу вознесенскому. Скорее всего, последует потеря большинства, которая позволяет коалиции править страной, а вместе с этим и призрак парализованного правительства, не способного справиться с любым кризисом. Абсурдные требования. И центристы начинают терять позиции. Мы висим уже на волоске. Работники Визнесенского работали как могли, чтобы вселить страх божий в мятежников. Как оказалось, все эти усилия рисковали оказаться напрасными. Тревога впервые поднялась, когда левые соцдемы отказались от любых попыток компромисса. Несколько представителей, которые когда-то были открыты для него, сейчас стали сторонниками жесткой линии. Никакие угрозы или взятки не могли заставить их вернуться в строй. Более подозрительные служащие обращались к неофициальным каналам. Телефонные линии членов партии прослушивались, точно так же, как военизированные агенты отслеживали каждое движение мятежников. В конце концов, стала вырисовываться закономерность. Почти половина получала указания непосредственно от Суслова и коммунистов. Такое развитие событий превращало кризис мятежа в надвигающуюся катастрофу. Коммунисты посадили твердоедру несогласных внутри социодемократов именно для такого случая, поскольку левое крыло соцдемов пронизано сусловскими агентами и теми, кто достаточно доверчив, чтобы следовать за ними, с ними невозможно договариваться. Потеря правительством большинства стала неизбежной. Предатели повсюду. Давление Вознесенского падает еще, 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 еще. И интерактив со Ждановым. Но подчиняться Жданову мы, конечно, не будем. В любой момент нам может быть вынесен вотум недоверие. И нужна ли нам помощь немедленно, или же... Будем ждать следующих выборов. Ну, конечно же, будем ждать следующих выборов. Наверное, сильно уменьшится влияние центристов. Надо его понижать. Молчание. Никаких новостей от президента. Жданов не удивился. Возможно, он был немного разочарован, увидев, что его старый напарник выбрал трудный путь. Но коммунист знал, что легкие дни прошли. Первым делом надо было порвать еще несколько проблемных связей с президентом. Жданов давно обменивался с партнером информации и прочими вкусностями, как доказательствами доброй воли. Сейчас торговлю придется сократить, чтобы сохранить давление. Обычные методы связи тоже будут изменены, за исключением нескольких аварийных каналов. Вознесенский скоро увидит, что старые времена постоянного доступа друг к другу остались в прошлом. Закончив с хозяйственными делами, Жданов мог только ждать. Он был абсолютно уверен, что Суслов найдет выход из нынешней бесплодной борьбы между коммунистами. В один замечательный день президент может быть шокирован, узнав, что демократическая коалиция не так надежна, как ему хотелось бы. И влияние Вознесенского падает еще больше. Легкий шантаж. А вот, да, это те самые обещания. Начинают активироваться, да. Нам надо 8 должений выполнить. Это по дефолту было столько доступно. Мы не должны поддерживать с ним связь, но могут возникнуть серьезные последствия. Ну так уж и быть, возникнут. О, удивительно, влияние левых уменьшится, влияние центристов слабо увеличится. Потому что тьма рассеивается. Потому что больше никакие организации Суслова не будут освобождены от проверок. Так вот, будем проверять все. Все, что можно, сосредоточимся на людях, которые действуют под его влиянием. Ну и измена Сирова, довольно ожидаемая вещь. На восточной стороне Сыктывкара стояло невысокое двухэтажное здание, абсолютно непримечательное для посторонних, но не безвестное для конкретной группы людей. Записанное в документах, как резиденция местной типографии, назначение которой неизвестно даже ее редакторам, это место служило местом встреч сторонников и членов организации пассионариев и кружка Гумилева, их временным штабом и даже вербовочным пунктом. Низкое требование к статусу типографического учреждения и формальная легальность их работы позволяли им продолжать свою деятельность без сбоев и необходимости бояться глаз чрезмерно подозрительных людей. Появление на пороге людей в советской форме застало личный состав врасплох. Их предводитель, лысеющий пухлый мужчина средних лет, многим из них был знаком, но никто не мог припомнить его имени, и его холодный и суровый взгляд говорил о том, что он точно знал, зачем он здесь. Присутствие незваных гостей сразу же вызвало бы тревогу, если бы не отсутствие оружия на руках и заметность факта, что коммунистические значки были оторваны от одежды, что было недопустимым нарушением для людей их службы. После короткого неловкого молчания инициативу взял на себя лидер бывших коммунистов. Иван Александрович Серов. Должно быть, когда-то была одежда и свисала в стороне, обмякшая и пропитанная кровью. На шее трупа висела табличка, социал-фашистов не пощадят, когда придет революция. Обрубок руки, наверняка ампутация была столь же недавней, сколь насильственной. Перевязан и закреплен маленьким партийным значком. Может быть, один из людей Вознесенского? Итак, пожалуйста, запишем. Случай типа 24D, физическая травма класса Б. Приготовьтесь к физическому обследованию в морге. Никаких дальнейших инструкций. Офицер неторопливо уходит покурить, а его заместитель начинает заворачивать тело в медицинскую марлю. Да, жесть тут творится. Невидимые преступления. Преступления, которые обнаруживаются и поспешно замалчиваются. Они готовятся к неделе голосований. Все они. И ветка фокуса в коме меняется. Но фокусы тут маленькие. Не так уж их много. Дерево небольшое. Открывается ассамблея 1963 года. На ней были делегаты от всех партий коалиции. Главными из них были коллеги Вознесенского. По соцдемам и соцлибералы Косыгина. Все также собираются вокруг Сталина и ее все более влиятельной партии ПСД. Давайте начнем. На первой выступает Сталина. Спасибо. Пусть начнутся дебаты. Речь Косыгина. На Москву. И речь Вознесенского. После речи Косыгина настала очередь президента Вознесенского. Президент, как всегда, пользовался популярностью в ассамблее. Даже когда его звезда несколько потускнела с появлением новых политиков, таких как Косыгин и Сталина. Его энергичный и целеустремленный подход к любой теме помогал ему вести свою нацию по целому ряду вопросов. Его особая манера речи, как обычно, влияла на собрание, очаровывая всех в аудитории. Уважаемые члены ассамблеи, спасибо за ваше присутствие. Миллион раз благодарю вас за поддержку, потому что именно благодаря вашей помощи я смог стать президентом. И именно благодаря вашей неизменной поддержке наше коалиционное правительство защищало гражданкоме последние несколько лет. Еще раз прошу вас поддержать, мое выдвижение кандидатом в президенты республика стоит на распутье. Поскольку на передний план политики Коми выходят темные фигуры. Давно запланированные интриги подходят к своему окончанию. Их влияние на республику обещает стать настоящей катастрофой. Я прошу новый мандат на продолжение борьбы со змеями, которые хотят узурпировать наши институты. Сталина была права, осуждая группу подстрекателей Черни, которые распространили свой яд в венах нашей парламентской системы. Время нанести удар практически пришло. В новом мандате я обрушу мощь правовой системы на тех, кто замышляет уничтожение нации. Наши институты могут и должны быть усилены, чтобы независимо от количества грязи, брошенной нашими оппонентами в их работу, наша республика продолжила жить. Чтобы привести наш народ к светлому будущему. Хорошая речь, товарищ президент. Итак, с окончанием выступлений наступила короткая пауза. День подходил к концу, когда каждый участник произносил свою речь. Должно было начаться голосование о том, кто будет баллотироваться от демократов. Косыгин получает назначение. Да, будет кандидатом от центристов. Начинается подготовка ко дню выборов, допустим, всех на голосование. Не будем никого подавлять. Ух, Плесецк, буйный какой. Снова бучу поднял. Но мы без проблем должны отстоять. Еще 175 винтовочек в запас к нам попадает. В качестве подготовки к бомбардировочкам, конечно же, мы сделаем все, чтобы каждый избиратель заслуживал того, чтобы иметь возможность голосовать безопасно. Принимая к сведению, что же мы должны сделать такое нашим врагам. Ну, конечно же, жучки никакие мы устанавливать не будем, потому что это коммунисты не должны рассчитывать на честную жизнь. Влияние левых слабо уменьшится. Один на даче на окраине Сыктывкара Андрей Жданов улыбался, просматривая свои бумаги и документы. Да, все было там. Он написал своему секретарю записку, в которой подробно описал, как раздать файлы нужным получателям. Затем остановился и посмотрел на свой стол, на фотографию в рамке, на которой он и вознесенские пили кофе, или, по крайней мере, то, что принято им считать в наши дни. На той же даче четырьмя годами ранее. Довольно умен, правда, Николай? Бедный, доверчивый человек. У тебя никогда не было возможности полностью разделить общественную и частную жизнь. Его улыбка исчезла, если бы ты был мудрее, ты бы попытался положить конец этому раньше, но твоя гордыня не позволила бы это тебе, не так ли? Ты бы не поступил так же, будь в моем положении. Поэтому это нужно было сделать. Мы все должны дать что-нибудь для республики, для России, для революции. Он вздохнул и перевернул картинку лицевой стороной вниз, прежде чем взять следующую стопку документов, которая просочится в прессу. По пути к двери он бросил взгляд через плечо, прежде чем щелкнуть выключателем. Гудбай, амиго. Затем свет погас, двери закрылись и момент настал в политике. Друзей не бывает. Да, сегодня в нескольких крупных газетах по всей республике появилась серия фоток, снятых на скрытую камеру на расстоянии. И запечатлевших годы дружеского общения между президентом Вознесенским и Андреем Ждановым. Кто же это все обнародовал? На Дальнем Востоке там вообще уж движуха конкретная. Насилие на избирательных участках. И какой-то дядька стал премьером Таиланда. Недопустимое нарушение прав избирателей. Но нас сейчас чуть-чуть другое волнует. Мы хотим отстоять рейд. Сообщение об угрожающей активности правых. Они заявляют, что мы незаконно приняли меры против их движения и идеологии, нанеся им вред. И не давая сторонникам голосовать. Сейчас ультраправые опоучения начали устраивать беспорядки на улицах. Конфликты с полувоенными формированиями и полицией начали выходить из-под контроля. Правые также объявляют результаты выборов сфальсифицированными. Хотя процесс голосования даже не закончился. Это подрывает легитимность наших выборов. Поскольку мы сознательно пытаемся удержать правых от власти. А их сторонники даже призывают к отставке правительства. Наша полиция продолжает пытаться свести уровень насилия к минимуму. Но похоже оно будет только расти, пока не пройдут выборы. И правительство не утвердит свою власть. Когда это закончится? Правление Безумного Короля окончили. Уложили ему конец Алтайцы и Новосибцы. А мы повергли врага. Инаугурация президента Косыгина. И у Алексея Косыгин приходит к власти. Вопрос только на сколько? Надолго ли? Правила меньшинства. Подведены итоги. Коалиция признана победителями. Однако в законодательном органе недостаточно мест для формирования большинства. Правые после выборов стали огромной силой. И они почти затмевают все правительство. Нас принудили к правлению меньшинства. Мы застряли в сотрудничестве с правыми. Это значительно затрудняет нам реальное продвижение вперед. Наши повестки дня. С большой правой оппозиции нам придется умиротворить крайне правых, если мы хотим что-то сделать. Нет никаких сомнений в том, что крайне правые сейчас обладают значительной властью. Критическая точка. Похоже, мы серьезно недооценили, насколько непопулярна наша администрация. Протесты и беспорядки становятся все более жестокими, поскольку наша полиция не может справиться с растущим числом людей на улицах. Меняется дерево фокусов. Происходит еще какое-то событие. Активировано задание стабилизации режима. А, ну ты смотри, нам просто надо 60 деньков подождать, и произойдет событие «Оппозиция проводит переворот». Да, мы так и сделаем. Правые захватили склады с оружием. Ультраправые никогда не стеснялись идти в бой. То, что можно описать только как болезненное прославление, насилие и мученичество побуждает фуществов и другие подобные группы к самоубийственным атакам на гораздо более сильных врагов, даже когда умеренность была бы более разумной тактикой. Иногда дерзость окупается, поскольку превосходящие силы, занятые, казалось бы, более важными делами, упускают скрытую угрозу до той поры, пока не становится слишком поздно. Неужели Коми обречена на то, чтобы ей перегрызли горло? Ну да, обречена. Потому что мы будем бездействовать, мы будем ждать еще месяцучек. Веронская конференция закончилась до Чичьяно. Остается у власти на некоторое время. И случилось! Наконец-то случилось! Дождались! Пассионарии свергают правительство. Восстание потрясло нынешнее правительство, начавшееся с нападений полицейских и лояльных гражданских лиц. В Сыктывкаре сообщения о насилии поступали в мэрию слишком быстро, поскольку выстрелы и крики становились все громче и ближе. Лоялисты встречали боевиков на улицах в переулках, нередко попадая в засады. Боевики вели огонь отовсюду, из подвалов, окон, чердаков, крыш высоких зданий. Неразбериха усиливалась по мере того, как отряды терялись в глубинах города. Зачастую они отправлялись своими командирами не в те места. Перестрелки становились слишком интенсивными и солдаты пустились в бега. Но пассионарии преследовали их даже до реки, где люди пытались сдаться, но вместо этого заплатили за свою верность своими жизнями. Воды стали багровыми, тела плыли по реке, повсюду звучали мольбы. Мосты были захвачены. Важные дороги перекрыты, охраняемые патрулями. Пути, ведущие из столицы, были запечатаны. Лоялисты предпринимали попытки прорваться из города за подкреплением или бежать, но они были подавлены. Довольно скоро все было кончено. Боевики толпились в зале, запугивая представителей законодательной ассамблеи, когда открывали сегодняшнее заседание с оружием и дубинками. Они арестовывали всех, кто был в их списках. Добавляя к ним всех, кто сопротивлялся или считался сопротивлявшимся. Выстрелы были обычным делом, и тела сваливались наружу, как и те, кто выжил, чтобы быть высланными. Когда старое правительство было распущено, пассионарии поспешили утвердить свою конституцию. Затем их триумф стал законом, когда довольный Гумилев был приведен к присяге в качестве лидера этого нового правительства. После узаконивания своего переворота, пассионарии отныне контролировали то, что когда-то было республикой. Наш гид приведет нас сквозь эту бурю. Пассионарии под львом Гумилевым берут контроль над республикой. Ура! Переворот Гумилева удался. И на этом, я думаю, мы серию закончим. Привели к власти Гумилевой. Так, довольно насыщенная событиями серия получилась. Да, конечно, как всегда, когда серия вводная, ивенты превуалируют. Но даже при такой аутистской серии была кое-какая движуха. Удалось немножко поотстреливаться нам от бандитов Тухачевского, пообороняться нам. Довелось несколько раз. Ну и понаблюдать немножко за движухами в Югославии, в Палестине, в Ливанте. И, конечно же, немножко посмотрели, что творилось на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке, кстати говоря, уже слились Безумный Король и, по-моему, Бурят, да. Вот такие вот делишки. Так вот все пока складывается. Ну а Гумилев приходит к власти. Критическая нестабильность, конечно, тут отрицательная. Нам надо бы ее восстановить. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Дмитрий Роб. Подписывайтесь на мой канал, где все делается с душой. Ставьте лайки, если вам серия понравилась. Всего доброго. Увидимся в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys. Редактор субтитров А.Семкин